Смотрите, самая гавилная палетка, которую только можно обратно придумать. Фиолетовая не пони какая. Посмотрите, ну что это вообще? Как это? Вот как это? Так вот на улицу выдержишь и подумает, что это восстание из ада произвела. Я уже не стала перекрашивать, думаю, так сойдет. Что? Мне надо показать, что я купила. Иначе же я не уснула. Я сегодня себе купила классную штучку одну. Сейчас покажу. А, нет, давайте начнем с этого. С посылок, с посылок. Мне пришли две посылки. Наконец-то, ура! Кстати, всем привет. Это наушники. Мои беспроводные наушники. Стоят они всего 200. 67 или 287, не помню. Ну, в общем, эти, которые по блютузу. Они очень простые в обиходе, у кого нет. Я ссылку, наверное, скину на него. В общем, это подключается... Ну, у меня только к ноутбуку это подходит. То есть, к другим носителям от телефона вот этой вот переноски не подходит. То есть, только к ноутбуку я через ноутбук подзарядила. Потом, значит, здесь нужно нажать на кнопочки. Один и второй. Залезть в телефон, найти блютуз, включить его. И ждать, пока он присосется. И все готово. Великолепное просто. Великолепное просто приобретение. Ну, пришло оно мне уже, наверное, неделю назад. Пользуюсь я им неделю. Пока еще не потеряла. Стараюсь это все складывать и не просрать. Короче, я очень довольна покупкой. Я сначала не понимала, как это все подсоединить. Но я штупаю. Но потом до меня дошла. Методом тыка, собственно. И еще мне пришла шапочка. Которая я так хотела. Но они у нас очень дорогие. Даже в смешных ценах они стоили где-то 2,800. Вот эти шапки. А я купила на Алиэкспресс за 680, что ли. Что-то такое. Надо посмотреть по ценам. В общем, я там скину ссылки. Сейчас я померю. Я покупала под норковую шубу. Хотела сначала взять черную норковую. Но у них ценник где-то хороший. Которая такая, знаете, не ободранная. 2,800 где-то стоит. А кролик дешевый там много. Но вот он не облазит. И он такой пушистенький как бы. Ну, то есть. Так он вот. Вот так вот я буду ходить. Короче, зимой с пуханом. Или с этим самым. Нормально, нет? Я хотела темную. Потом подумала, темный цвет. Он старик. Надо светлый брать. Но светлый, это, конечно, не для наших. Не для Красноярска. Потому что он черный станет. Но вообще кролика можно стирать. У меня было несколько вещей из кролика таких вязаных. Они одно время были очень модные. Именно вязаные, короче, там куртки, пальто такие. Вот. У меня было много таких вот вязаных этих. И, собственно, долгоиграющий-то проект. Чуть последнюю куртку я там вообще за копейки продала женщине. Рублей за 300, наверное. Мне просто подкладка не было лень пришивать. И носить я ее не хотела. Ну вот. Ей было, наверное, лет 16. Это вязаные куртки. Поэтому здесь внутри такая вот шапочка теплая. Главное, чтобы резинка не порвалась. Вот это вот. Так нормастик. Ох, я довольна. Надо на него подписаться, на его магазин. Если у него так дешево. А, он еще что-то прислал. По-моему, какой-то резиночек. Роглайда какой-то. Фэшн стайл. Вот этот. Не написала. И в подарок он мне еще прислал такой резиночек. Это так мило. Так, наушники показала. Это показала, да? Надо куда-то положить, чтобы не потерять уже. Хотя бы дома. Так, это шорты я пойду. Все, я что-то взяла. А что я куда-то не заходила? Передоксин, гидрохлорид. А, ну это бы, что-то там, не помню. Б какой-то витамин. Это мне аспарка вложен. Это мне нужна ацетисалициловая кислота. Короче, аспирин. Так, это губки, резиночки. Я купила себе сегодня красивую вилку. Одну. Заметьте, одну. Не две. О чем это говорит? А очень много. Хлоргексидин на всякий случай. Так, это флешик. Кстати, надо его выпить. Потому что, если я усну сегодня, часов в пять, как обычно, то я завтра просплю врача. А мне нужно обязательно съездить на Дудинскую по поводу своего котика. Ролтон. Ну как же с подоньком? Будете смеяться. Так, это прокладки. Это не надо. Таматный сачок. Сигаретки. Это вам не надо. Хотя нет, сачок. Может быть и надо? Или лучше флешик? Лучше флешик. Я бы не. Это не то. Это я переоделась. Потом я купила еще что. Все. Доску разделочную еще взяла. Наконец-то. Ура! Я себе купила доску. Спасибо тем, кто отправлял донаты. Вот такую за 530 рублей я себе купила досочку. Какая хорошая. Давайте посмотрим, что тут она из себя представляет. вилка, вилка, вилка в помощь. Вообще она должна быть цельная, без склеек. Потому что если будет склеек, то типа есть жопа придет. Вы не поверите, но я повела полгода вокруг этой доски. Такая, думаю, ну зачем я доска? У меня же есть, блядь, 4 или 5 пластиковых. Ну, нахуя вот это надо было делать? Скажите мне. Запоганить, следы тут оставить. Смотрите, след остался. 43 на 26 и полтора сантиметра. А при чем тут вообще вот этот вот фрукт? Где-то у меня замороженный лежит, 3 штуки. Ну, вроде без склеек она. Хотя... Вроде, да, вроде без склеек. А можно здесь вот написать? Это вот царица-мать. Катаякова. Вот, суки, взяли, засрали мне доску. Ладно. Доска захвачена. Хлоргексидин, 15 рублей. Все. А здесь что? А, вернее. Это я купила, короче, в этом. В экспрессе. По 99 рублей. Вот этот я еще не пробовала. Черный. Написано, что тут, понимаете, ароматы Франции, суперконцентрент, изысканный французский аромат. Ну, что-то напоминает какой-то парфюм. Ну, непонятно. Надо пробовать. Так, что еще взяла. Лапша это 55, я показала, который том-ям, напиток сокосодержащий. Сокосодержащий. А, кстати, давайте посмотрим. Этот берет своему ребенку по 55 рублей сантыбридонья. Там литр. Я беру 2 литра вот такого сокосодержащего. Ну, там, по-моему, тоже сокосодержащий. Гомогенизированный. А что это такое? Томатный сок, сахар, соль, поваренная, регулятор кислотности, лимонная кислота, вода. Изготовлен из томатной пасты. Вот это поворот. Объемная доля сока не менее 50%. А, ну, то есть сок есть все-таки, да? Но 50%. В следующий раз посмотрим, из чего садыбридонья. Но я помню, что он из какого-то этого... Ну, короче, что-то там. Не сок. У него же, блядь, по-моему, есть соковыжималка. Почему он своим детям не может сок сделать? Получите купон на 50 рублей за покупку с суммой от 500 рублей. С 16.07 по 31.07. А сегодня какое? А зачем мне купон? А что даст этот купон? Так, ну-ка отложим. Мы любим купон. Мы любим халяву. Халявушка. Это все наше. Майонез 90 рублей. 500 грамм. Ну, и самые вкусные. Аджика 40. Надеюсь, они ее не испортили. Этот наш лидер. Вроде обурцы у них ничего. Я как-то брала один раз. Ну, не самые вкусные. И роллтон с говядиной по-домашнему. А, это по 40 рублей. Это опять что? Понятно. А здесь что-то тоже понятно. Что еще я взяла? Я взяла, короче, за 350 рублей вот такие шорты. Наконец-то я их нашла. У меня были такие только трикотажные черные. Ну, к сожалению, женщина раскрупнела, разжирела. И они уже на меня не налазят. Ну, или просто сели. Ну, нет. Наверное, просто разжирела. 350 рублей. На 2 месяца. Еще я взяла, короче, вот эти по 400 рублей. Штанцы. Мне просто нужно было чем-то мои заменить цветастые. Которые я уже, там, не знаю, третий год ношу. Я вот такие вот взяла. Ну, они как трикотаж такой. Или с чего тут они вообще? Я купила этот самый. Вот я такие беру. Киевские колбаски полукопченые. Ну, они, конечно, это не киевская колбаса. Это не домашняя колбаса, которая украинская, которую делать в духовке, там, запекать. Ну, эту можно в микроволновке разогреть вообще. Ну, тем она и хороша. Ну, это что-то между шпикачками копчеными, очень жирными. Более такими, как бы, ну, там, острыми. Ну, в общем, кто хочет это попробовать. Может, я думаю, уже многие пробовали. Обычно она идет по 600 рублей с чем-то килограмм. А в этот раз она в пятерочке идет по акции 315 за килограмм. Вот это вот вышло на 200 рублей. А спички я купила, да, купила спички. Чтобы раскидать их по всей квартире и пьяные потом собирать эти коробки. Потому что обязательно, блядь, или зажигалку не найду, или еще что-нибудь. Ну, и последний наш лот. Постельное белье. Оно, правда, было запечатано, я его уже распечатала. Стоит оно 1200 рублей. Я взяла в планете одежды его. Должно оно выглядеть вот так. И вообще оно должно быть сатиновое. Сатиновое постельное белье. Оно очень хорошее по качеству. Не застирывается там. Оно мягкое. Оно очень приятное. Это, наверное, самая лучшая ткань для постельного белья. Которую только можно придумать. У меня два комплекта шелкового. Ну, там одно шелковое, а другое с чем-то там смешанное. И мне, честно говоря, вообще не нравится. Особенно на подушках. Но я вам хочу сказать, что это, конечно, не 9D рисунок. И для того, чтобы посмотреть его качество, я уже вижу, что она тонкая слишком. Прошитая, конечно, она... А нельзя было, сука, подвернуть? Или они подвернули это? Нет, они не подвернули, по-моему. Как будто я просидела на зоне вместо джема. Такая, нельзя было подвернуть. Почему такой шапчик? Ну, короче, надо постирать для того, чтобы посмотреть, какого оно будет качества. Я его уже замерила. Оно действительно по размерам... Ну, на мою кровать она будет маленькая. Потому что у меня кровать получается евро стандарта. Матрас нужно для нее покупать 2 на 2,20. Это как раз идет, по-моему, 2 на 2,20, да? А, нет. Или метр восемьдесят на 2,20. Надо мне замерить, блядь. Просто у меня предыдущий матрас, он был большой. Он был евро стандарт, и это получается 2 на 2,20. И получается, что, значит, нужно этот матрас еще закрыть постельным бельем. Ну, а если вот метр восемьдесят на 2,20, то оно не будет закрывать постельным бельем, да? Логично? Логично. Поэтому нужно покупать еврокомплекты. А есть больше интересные еврокомплекты? Что, значит, я новое белье постельное там и не покупала. Наволочки 2,70 на 70. Вот где, кстати, наволочки? Можно я вас поищу? А, вот вы, да? Это вы, нет? Нет. Нет? Где мы? А, вот они для таких, для больших подушек. Ну, короче, они такие стандартные. А у меня все подушки вот такие. Поняла? Ну, тут их всего 2, поэтому страшно. А у меня не 2. У меня их вообще на кровати всегда штук 10 лежит. Мне надо много подушек вокруг. Это ж царская ложа. Там же на кровати происходит все. Я чувствую, стримы там тоже будут происходить у меня всегда. Ну, как вы думаете, рисунок нормас? Нет? Тысяча 200 рублей стоило. Не знаю. Там больше просто я не нашла уже. Или расцветки были стрёмные. Или ткань была бязевая. А мне почему-то очень захотелось купить постельное белье. Захотелось и все тут вот, поняли. Думаю, дешевое постельное белье надо взять. И взяла. Все? Я все вам рассказала, да, показала? Пойду готовиться к вам в бангу. Будем с вами пробовать лапшу. Кого-нибудь обсудим, да? Обсудим же кого-нибудь? Давайте обострем кого-нибудь, как обычно. Хейтеры, давайте, присоединяйтесь. Что-то вы вообще какие-то стали скучные. Всем пока. Всех целую. Ваше Дяны.